Сейчас идут военные действия на Украине. Вы знаете, идет конфликт между Россией и Украиной, но этот конфликт локальный, военный, только между Россией и Украиной. А между тем разворачивается еще абсолютно глобальная, буквально, война экономическая. И здесь уже она не локальная, а можно сказать мировая. И здесь Россия противостоит буквально всему миру, и здесь есть и свои беженцы, и свои захваты, крупные и наступательные операции, и сегодня об этом. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну смотрите, с момента начала военных действий на территории Украины против России были введены, вы знаете, беспрецедентные санкции со стороны, в общем, так сказать, всех-всех-всех государств ведущих. Был заморожен золотовалютный запас России, Америкой, там очень, ну, против многих банков введены санкции совершенно драконовские. И в первый же, как бы, решительный удар, под удар попали банки ВТБ и открытие. И ВТБ и открытие, им был нанесен очень такой существенный ущерб, естественно, этими санкциями. И это привело к тому, что это крупнейшие брокеры ВТБ и открытие, и они начали переводить своих клиентов другим брокерам. И здесь они применили абсолютно разную тактику, насколько я понял. Ну, смотрите, я нахожусь, как бы, и всегда был в открытии брокер, не всем его рекомендовал. Что сделало открытие брокер? Открытие брокер, значит, оставляет всех клиентов у себя, но переводит только-только активы иностранные, то есть иностранные акции иностранных компаний, она переводит к другому брокеру, это инвестиционная палата. Это очень-очень маленький брокер, до этого никому неизвестный, и, соответственно, вот было принято такое решение, только иностранные ценные бумаги, ну или там все, что связано с валютой. А то, что не связано с валютой, не иностранные, московская биржа, они все открытие оставили у себя. И, таким образом, ну, пока вот все, этот процесс идет очень долгий, так сказать, очень утомительный. Я до сих пор, например, не могу увидеть свои акции иностранных компаний в инвестиционной палате. Все говорят, давай, да вот-вот-вот-вот-вот, мне показывают отчеты, что они уже там, мне показывают депозитарные отчеты, что они там, но на учете, но я не могу, я не могу их ни продать, ни купить до сих пор, хотя, вроде бы, на СПБ уже такая возможность появилась. Что сделал ВТБ? ВТБ перевел всех своих клиентов, и очень чудным образом, либо в Россельхозбанк кого-то, ну, в основную массу, в Альфа. И это тоже своего рода беженцы, понимаете, только финансовые беженцы, то есть они были, вот, жили как бы у одного брокера, да, в данном случае у открытия или у ВТБ, и, значит, они побежали к другим брокерам, но не по своей воле их оттуда выгнали. И что случилось с этими беженцами? Ну, вот, с открытием я уже сказал, значит, я до сих пор не могу увидеть свои акции, они, вроде бы, мне принадлежат, но не в полной мере, потому что я не имею к ним доступа. У ВТБ, у ВТБ акции перешли, вот, в Альфа, в Альфа, либо в Россельхозбанк, и каким-то странным образом, вот, буквально сегодня мне, ну, попросил один из подписчиков прокомментировать, что же там случилось, и я с удивлением обнаружил там, вообще говоря, удивительные вещи, которые произошли в Альфе, но что я хочу сказать, что у Альфы, это значит, главный учредитель Петр Равен, он тоже попал под санкции, и, соответственно, сейчас вторым траншем и Альфа попал под санкции, и, соответственно, сейчас люди, ну, думают, куда же им бежать, и принимают решение, многие перебежать в Тиньков, я хочу вас предостеречь от Тинькова, от этого шага, во-первых, подумайте, ну, а сейчас объясню, почему, но сейчас я хочу немножечко, вот, удивительную историю про Альфа рассказать. Значит, скидывает мне человек свой портфель, просят мне, ну, объяснить, попытаться, что случилось с его портфелем, почему у него начислен такой большой налог на доходы физических лиц. И он мне скинул, я, конечно, не могу разглашать вообще ничего в этом смысле, потому что это тайна, но что я с удивлением обнаружил? Я с удивлением обнаружил, что у него в Альфе, ну, все акции, акции российских компаний, то есть полностью весь портфель, не только иностранных компаний, но и российских, то есть ВТБ просто полностью перебросил все в Альфа, и перебросил это дело странным образом. Я разбирался долго. Смотрите, у человека, ну, в портфеле, в том числе это инвестор, он ничего не покупает, ничего не продает, вот, он купил, бумаги лежат, и у него случилось следующее. У него были облигации, ЛСР групп, нормальная компания, в принципе, устойчивая достаточно, и эта компания платила купонные доходы, и сейчас настал срок, вот, недавно погашения этих облигаций, и компания выплатила последние купоны, и, соответственно, погасила облигации по номиналу. Вот, собственно говоря, все операции, которые у него прошли, согласно отчету. И, согласно этому отчету, значит, у него, сейчас, начисленный НДФЛ вот такой, и, значит, перечисленный, то есть, как бы удержанный уже НДФЛ вот такой вот маленький есть. Вот, ну, я не могу называть суммы даже, ну, там, ну, какие-то есть. Я стал разбираться, я беру вот эту сумму, значит, начисленного НДФЛ, делю на 0.13, чтобы получить с какой суммы, то есть, какую прибыль декларирует брокер. И с удивлением обнаруживаю, что прибыль, которую брокер показывает, она даже превышает сумму тех облигаций, которые были погашены. И дальше я смотрю, значит, делю на те же самые 0.13 уплаченный уже НДФЛ, который уплачен в бюджет, и вижу, что этот НДФЛ уплачен именно с купонного дохода. Здесь все нормально, здесь все четко. Дело в том, что НДФЛ с купонного дохода платится в момент получения купонного дохода, и поэтому он вот такой вот маленький, и тут все нормально. Но, по идее, когда гасится облигация, то доход по этой облигации, от этой суммы, он считается как? Доход между номиналом, по которому она погашена, минус цена приобретения этой акции. Так вот, оказалось, что сумма доходов, с которых берется НДФЛ, даже превышает стоимость всех этих акций, облигаций. И получается так, что я смотрел, я говорю, слушай, ну, по-моему, по-моему, Альфа-банк считает, что все облигации достались клиенту бесплатно. И если так, то, соответственно, и все акции считаются, что достались ему бесплатно. То есть он переводит из ВТБ, переводятся акции, облигации, все активы, и новый брокер, оказывается, не знает ни когда приобретены акции, ни по какой цене. Хотя у брокера это должно быть четко, ну, как бы описано, это у брокера. Я говорю, слушай, ну, это неправильно, это надо разбираться, потому что сейчас получается, что он должен заплатить, будет в результате, налог с полной стоимостью, ну, вообще, всех активов. То есть он продает какую-то акцию и с полной стоимостью 13%. Ну, это неправильно, ребята. Значит, налог платится с доход от продажи минус расход на покупку. Правильно? То есть разница между покупкой и продажей. Сейчас он говорит, у меня какие-то акции есть в убытке. Какой там убыток? Нет убытка, потому что там ВТБ у него были убыточные, он мне скинул, значит, из ВТБ, говорит, там убытки. Я говорю, ну, все, значит, с убытков НДФЛ не берется. Дальше все эти акции перебросились в Альфа по нулевой цене. И, соответственно, вот они, акции есть, и все будет. Я говорю, ну, единственный выход у тебя не заплатить налог НДФЛ, это держать эти акции 3 года именно в Альфе, ну, за 3 года там. Либо Ишак издохнет, как сказал Хаджа на среднем, либо сам Хаджа, ну, либо Султан, как бы, вот такая штука. И сейчас он говорит, слушай, я хочу, не хочу ждать 3 года, естественно, я хочу перевести эти деньги в Тиньков. Что с Тиньковым? А с Тиньковым следующее происходит бодяга. Дело в том, что сейчас все крупные компании, они начинают тоже, сказать, ну, определяться, и руководители крупных компаний, далеко не всем нравятся военные действия, далеко не все их поддерживают, во-первых. Во-вторых, значит, санкции вводятся, ну, против всех-всех-всех, кто поддерживает Путина, соответственно. И поэтому сейчас очень многие бизнесмены, предприниматели, то есть руководители у всех этих крупнейших компаний, они как-то, ну, стремятся немножечко уйти от санкций. А есть люди, у которых, ну, печати ставить негде, собственно говоря, поэтому, значит, они там все за продолжение этих операций. И в числе таких людей, ну, давайте честно скажем, встал Тинькофф. Тинькофф сейчас живет в Лондоне где-то и в свое время. Тинькофф, у него были проблемы со здоровьем, вы знаете, у него была онкология, лейкемия, ну, это рак, грубо говоря. И, ну, во-первых, он лечился, и ему не до руководства банка Тинькофф было, банком Тинькофф это с одной стороны. С другой стороны, примерно тогда же на него был наезд со стороны США, со стороны налоговой США в том, что он, оказывается, как-то некорректно вывел свои активы из США. Не потому, что он некорректно их вывел, потому что он просто, он все там заплатил в США, да, и вывел все свои средства. Но, оказывается, там по их законам, если ты совсем все забираешь из США и уезжаешь из США, и перестаешь быть резидентом США, то, соответственно, будь здоров, заплати-ка еще сверху 30% от всех выводимых средств. Он этого не знал, он думал, что свободное движение капиталов. А нет, оказалось, и, значит, там налогово-фискальная служба США наехала на него с бешеным штрафом. Он такой, да я-то вообще, так сказать, все же заплатил, так сказать, ну и, соответственно, понятно, что, ну, во-первых, Тинькофф все это заплатил, во-вторых, он лечился, и вот в то время он продал 50% акций своего банка. И он вышел из состава совета директоров, он перестал быть председателем совета директоров и так далее, то есть он ушел из руководства банком Тинькофф. И это было, ну, сколько там, лет 6 назад, 7 назад, я не помню уже когда. То есть все, тогда еще Тинькофф уже ушел из банка Тинькофф, но банк-то имел его имя, и на самом деле в руководстве банка Тинькофф уже давно Оливер Хьюз, насколько я понимаю, и это действительно, ну, во-первых, он американец, во-вторых, ну, действительно очень такой, очень активный человек, и очень много сделал для банка Тинькофф, и говорят, что он даже больше сделал для Тинькоффа, чем сам Олег Тинькофф. Вот, но, тем не менее, уже долго-долго, много лет подряд банком Тинькофф руководит как раз Хьюз, и очень успешно руководит. Но вот сейчас, в связи с последними действиями, он тоже уходит из Тинькоффа. Ну, а Тинькофф, соответственно, ну, он был очень слаб, конечно, когда болел, там вообще, как бы там, ну, все дела вот эти вот, лысый был и так далее. Что произошло потом? Потом сейчас он оправился, все, более-менее нормально себя чувствует. Ну, я говорю, он уже давно не в руководстве, но он живет в Англии, и против него тоже вроде как собираются вводить санкции. Ну, и он, наверное, чтобы обозначить свою позицию, сказал, что он вообще, так сказать, нифига не поддерживает вот эту операцию в Украине, и что вообще все, кто ее поддерживает, дебилы последние. Вот, и чем вызвал волну негодования, значит, соответственно, у всех, кто поддерживает, потому что там, в общем, так сказать, народ совершенно ведомый, и, значит, они там начали резать, вырезать из карточки банка Тинькофф, значит, буквы Z, там V, значит, там выкладывать это в соцсети, мы заберем свои деньги, значит, и из этого гоменного банка Тинькофф говорит, да у вас там денег нет, уроды вы, потому что вы мудаки все, ну и так далее. И как бы вот к чему все это я говорю. Не потому что хочу что-то сказать такое, ну, подогреть какие-то страсти, я хотел сказать о следующем. Тинькофф преследует свои цели, он хочет, ну, как бы показать, обозначить свою позицию, то, что он против этой военной операции и таким образом избежать санкций, то есть у него корыстная цель – избежать санкций, поэтому он вот таким образом ведет себя. Хьюз, понятно, потому что он просто американец, и он тоже не хочет это всего поддерживать. К чему я все это веду? К тому, что идет сейчас процесс к тому, что Тинькофф перейдет в другие руки, в другое управление. Как, впрочем, и другие компании, в частности, вот Лукоил, например, да, в частности, сейчас есть определенные вопросы с Новотеком. Ну, продолжим от Тинькоффа. Ну, да, компания Shell уходит из проекта «Сахалин-2», говорят, там 5 миллиардов долларов, судя по всему, так сказать, будут потери. И куда они уходят? Смотрите, то есть люди, которые не поддерживают военную операцию, они открещиваются от всего, либо против них вводятся санкции, и они тоже уходят из руководства компании. Соответственно, эти компании будут переходить к кому-то. Как у нас проходит процесс перехода компаний из одних рук в другие? Ну, соответственно, по закону их выкупают. А выкупать, естественно, когда вы хотите что-то купить, наверное, вы хотите купить это что-то дешево. Понимаете, да? То есть, ну, когда двое торгуются, то покупатель хочет купить все подешевле, а лучше забрать бесплатно. Поэтому сейчас идет очень такой серьезный передел собственности под шумок, то есть под военные всякие эти вот марши, там, мы там за победу, значит, зигуем все. Вот, а в это время люди, ну, не все поддерживают, те, кто не поддерживает, они говорят, а мы, значит, их забьем силой буквально. И поэтому окружение Путина, которое, естественно, за Путина, потому что они там связаны все, и им уже терять нечего абсолютно, они начинают прессовать. И, ну, я вот уже так понимаю, что Сечин уже просто вот разрывается. Что ему забрать? Вроде, блин, и Тиньков хочется забрать, и Лукойл хочется забрать, и, значит, Долюшелл, и Сахалина 2 хочется забрать. Блин, вообще все хочется загробасать под себя. Ну, и как-то они там между собой уже дерутся. Ну, судя по всему, Лукойл уже вроде как, ну, Олег Первый вышел из состава Совета Директоров, и вместо него назначен какой-то человек, который достаточно близко связан с, ну, я так понимаю, с Ковальчуками, которые вообще самые близкие сейчас к Путину. Новотек выразил желание продать вот этот вот культурный центр, который прямо напротив Кремля, ГЭС-2. Там всякие выставки проходят и так далее, но сейчас никакие выставки не проходят. Там собирались концерт Газманова провести, но он что-то отказался, сказал, ну, его нафиг, давайте-ка я продам эту ГЭС-2. Ну, и, в общем, все идет к тому, что с Новотеком тоже будет не все в порядке. Что с Тиньковым? С Тиньковым сейчас я к чему клоню? К тому, что сейчас идут очень серьезные там, ну, действия пропагандистские всякие, имиджевые к тому, чтобы снизить стоимость банка Тиньков, стоимость акций банка Тинькова. Они и так уже рухнули, естественно, после того, как Тиньков свою позицию высказал. И идет к тому, что все-все-все начнут снижать. Ну, уже, значит, уже начали откапывать, что против Тинькова там надо возбудить уголовное дело, что он там, оказывается, отмерзает, значит, финансировал террористов. Ну, в том смысле, что ФБК, Навального, значит, и прочее, прочее, прочее. Я уже читаю, что, ну, как бы, естественно, тут же Следственный комитет возбудится. Почему он возбуждается? Ну, потому что, как бы, ну, или там органы всякие. А какие органы? Кто у нас связан с органами? Да, они все связаны, Сечин больше всех. Вот. То есть, все это направлено на то, чтобы снизить стоимость акций банка Тиньков и отобрать. Кому он уйдет? Ну, там, какая разница, собственно говоря, кому он уйдет? Ковальчукам, Сечину или там какому-нибудь Чемизову. Я не знаю, кому, кто поддерживает эту операцию. Факт следующий в том, что как только Тиньков перейдет к новому владельцу, соответственно, он попадет тут же под санкции. А вот это коснется уже всех нас с вами. И банк Тиньков, который был самый удобный, самый лучший, собственно говоря, он лишается всех своих преимуществ. То есть, там, то есть, вообще, был великолепный сервис по, значит, переводу, там, за рубеж всякие, сказать, там, какие-то вот такие. Он готовился уже стать вообще международным банком. Ну, естественно, как только на него наложат санкции, то все это будет обрублено. Ну, и кроме того, Хьюз уходит, соответственно, уходит вся вот эта вот команда, которая способствовала вот такому удобству Тинькова. Вряд ли новая команда справится со всякими вот такими удобствами. Ну, логично было бы, чтобы он перешел вот в структуры, конечно, тех же самых Ковальчуков, там, там, Mail.ru и так далее, и так далее, которым ВК ушел, ну, кому там, Кириенко, да, сын Кириенко, там, ну, то есть, который становится тоже уже на наших глазах буквально олигархом. Ну, там хотя бы какие-то эти самые айтишники сидят, ну, а если ФСБшники заберут, то тут уже вообще. Вот. Поэтому, поэтому я вас предостерегаю уходить в банк Тиньков. Не стоит этого делать, потому что вы очень быстро поймете, что из банка Тиньков надо срочно снова бежать. Ну, представьте, из ВТБ в Альфу с какими-то странными условиями, потом из Альфы, значит, в Тиньков побежите с теми же самыми условиями, и стоящей репутацией, вот, которая сейчас будет вообще мочиться, просто размазываться, вот, и, соответственно, после Тинькова вы побежите куда-то. Ну, не бежите в Тиньков-то хотя бы. Я вам очень советую, ну, БКС или Финам, как минимум. Да, это может быть вам незнакомо, может быть не так популярно, но против БКС вряд ли будут введены санкции, потому что, ну, БКС тоже связан там с какими-то Кипром и так далее. Конечных бенефициаров БКС я не знаю, но, судя по всему, они все-таки какие-то не совсем наши. Вот, что касается Финама, Финам это старейший брокер, ну, по-моему, он как-то с немцами связан, я думаю, что там даже лучше будет, вот, по поводу Финама. Но, Тиньков, я вам вот сказал свое мнение, если вы не согласны, пишите, ну, что вы думаете по этому поводу. А что будет с открытием, с инвестиционной палатой, ну, в ближайшее время, я думаю, что будет какая-то информация, как только будет информация, я ее расскажу. Ну, а на сегодня все. Лайк, подписка и до встречи. С вами был Демитков Юрий. С вами был Демитков Юрий. С вами был Демитков Юрий. С вами был Демитков Юрий.